Занесла нас вместе с нашей братищей камерой нелегкая в Москву на выставку Комтранс 2023. Никак не можем изменить традиции и не посетить это мероприятие. Так уж повелось, что с Комтранса у нас всегда выходят традиционно несерьезные репортажи, ведь в самом деле серьезных репортажей хватает и про эту выставку и не только, да и вообще мы себя не можем отнести к профессионалам в области коммерческого транспорта, так что даже и не будем ломать систему и пытаться сделать серьезный доклад на серьезных щах. В этом ролике, во всяком случае, точно. В предыдущих наших роликах мы выбирали самый мужчинский автомобиль, делали несерьезный топ-10 автобусов будущего. Ну, кстати, можете посмотреть эти репортажи, если хочется вспомнить те далекие времена. Ссылочку постараюсь не забыть дать в описании к этому ролику. Ну а что же в году 2023? А в этом году нам хочется рассказать нашим дорогим зрителям, почему стоит посетить Комтранс, такое серьезное и деловое мероприятие, нам с вами, простым людям, не относящимся никаким образом к бизнесу, связанным с коммерческим транспортом и перевозками. Оставайтесь с нами, здесь Техненот и его команда. Поехали! Для начала нужно отметить, что в этом году место проведения выставки изменилось. Проходила она на территории экспо-центра. Место красивое, рядом Москва-река, а также Москва-сити. Но вот, например, уличную экспозицию посмотреть раньше нельзя, только в график работы выставки. Получается, что если приедешь пораньше, то даже спрятаться от непогоды некуда и поснимать экспонаты на улице тоже не получается. Но это мелочи жизни, все-таки давайте подумаем, а зачем нам эта выставка? Первое. Это, конечно, просто впечатление. Я уже как-то говорил, что если бы я на подобную выставку попал в детстве, то воспоминаний бы и впечатление осталось на всю жизнь. Вот, например, в конце 80-х годах в крупных советских городах проходила выставка «Информатика в жизни США». Сколько лет прошло, а я вот, например, все помню и как наверняка помнят те, кто там побывал. Это же интересно. Плюс ко всему, если вы идете с детьми, то в пятницу на выставке это семейный день. Есть сладкая вата, детские горки, диджей, гоночные соревнования и прочие активности и интересные штуки для детей и взрослых. В общем, можно пойти просто всей семьей. Вместо того, чтобы, например, бродить по торговому центру. Что там говорит территория? Мероприятие огромное. Выставка «Комтранс» расположилась в этом году в шести залах, и каждый отдельный зал был поделен на определенную тематику, аксессуары, запасные части, автобусы и прицепы, грузовики, много грузовиков. Вот, например, стенд КамАЗа занимал и вовсе целый зал масштабно. Понятное дело, что запчасти и комплектующие, возможно, не очень интересно для нас, хотя там тоже много интересных стучек попадается, но простому обывателю это не очень как-то важно и нужно. Ну вот, а сами автомобили и автобусы совсем другое дело. Выставка коммерческого транспорта выигрывает, в принципе, по всем показателям у выставки легковых автомобилей или даже того же ретро-фестиваля. Там большинство машин либо огорожены лентой, либо вовсе внутрь не попасть. Не всегда, конечно, но в основном так. А тут полная свобода действий. Мощные брутальные грузовики, автобусы и прицепы им все нипочем выдерживают натиск не только детей и подростков, но и взрослых мужчин. В них можно посидеть в кабине, лечь в спальник, залезть в фургон, опять же разместиться под рамой, что-нибудь там потрогать, пофотографировать, открыть всевозможные люки и моторный отсек, понажимать все кнопки и быть первым пассажиром автобусов и посмотреть, какие новинки будут проходить испытания в других городах, ну а также пообщаться с производителями и узнать много интересной и познавательной информации. И самое главное, вам за это ничего не будет. Ну а кто проголодался, может угоститься бесплатной шоколадкой или леденцами на стойках производителя техники. Но только без фанатизма, не надо забирать все, оставьте и другим посетителям. Иногда могут угостить и прочими напитками, но тут надо пойти на хитрость и выдать себя за представителя какого-нибудь автопарка или автотранспортного предприятия, тогда точно угостят. Но если что, мы, конечно же, таким лайфхаком не пользовались. Можно набрать целый арсенал бесплатной литературы и буклетов, рассказывающих о представленной технике, а потом читать их долгими и скучными осенними вечерами. Ну или просто найти применение этой бумаги какое-нибудь совершенно другое. Есть также вариант пополнить свою коллекцию брендированными сувенирами на память. Для любителей масштабных моделей свой интерес. Можно пополнить коллекцию каким-нибудь эксклюзивчиком, но это, к сожалению, за деньги, иногда за немалые. Привлекла внимание вот эта моделька автобуса, но нам, конечно, ее не подарили, и ее и не продавали. Они подарили, потому что средств на покупку настоящего автобуса у нас с собой не было. Хотя, почему с собой? Этих денежек у нас и дома под диваном не завалялось. Так что ходим без подарка. Ну, автобусы отдельная тема, и тут действительно, во-первых, можно увидеть, что нас ждет в будущем, а во-вторых, в большом и уютном салоне можно передохнуть, если ноги у вас совсем уже устали ходить по экспозиции, а может даже и перекусить. И никто вас не прогонит. На прошлой выставке привлек внимание автобус с изображением Брюса Ли, но в этот раз появился еще один автобус, от которого сразу улыбка до ушей. На нем изображен самый известный каскадер и актер Джеки Чан. Кто смотрел его фильмы и титры после его фильмов, тот, конечно же, знает, кто это. Хотя я вот сейчас произнесу одну мысль, которую, может быть, не стоит в современных условиях произносить, но приглядитесь. Джеки Чан весьма напоминает товарища Си. Ну, помоложе, конечно, но есть такое сходство. А, быть может, это и неспроста. Автобусная экспозиция также могла бы вас порадовать новинками. КамАЗ Вега. Этакий альтернативный пазик от этого именитого производителя. Машина любопытная, симпатичная, но не низкопольная, что не по современной моде, но Вега, скорее всего, будет для тех регионов, где это не столь важно. А еще приглядитесь к оптике этого автобуса. В ближайшем времени вы ее увидите и на некоторых других моделях грузовиков от КамАЗа. Внезапно можно порадоваться, как порадовала группа ГАЗ, вернув марку ЛиАЗ. Да, именно эта эмблема украшает автобус Ситимакс-12 от Литинского автобусного завода. Кстати, обивку салона в этом автобусе выбирали москвичи и выбрали, с одной стороны, веселую и тематическую, с другой стороны, спорную. Но о вкусах и цветах спорить не будем. Кстати, о цветах. На прошлой, по-моему, выставке наша команда сокрушалась по поводу окраски грузовиков от Минского автозавода. Тогда она была фирменная, но непонятного серого цвета с оттенком металлик. МАЗы совершенно не смотрелись на экспозиции. А в этот раз все совсем наоборот. Окраска интересная, яркая, почти хамелеон. В этот раз минчане зажгли. А вот Урал, как обычно, яркими цветами радует, мощной техникой и красивыми буклетами. Всегда очень приятно посмотреть. Опять же, о неожиданных премьерах. На этом Кум-Трансе мы стали свидетелями рождения новой торговой марки грузовиков. Валдай, пожалуйста. Конечно же, вы наверняка поняли, что это пока просто смена логотипа одного именитого китайского производителя на нашу. Но, лиха беда начала, рождение новой серии грузовиков в перспективе, конечно, это всегда интересно. Подобная выставка это место, где можно интересно и даже с пользой для общего развития провести свое время даже таким непрофессионалам в области коммерческого транспорта, как наша команда. Это новые впечатления, а может быть и новые знакомства с новыми людьми, новыми автомобильными марками и новыми технологиями. Именно поэтому, на наш взгляд, и стоит посетить такие выставки, как Кум-Транс. Ну, друзья, на страницах нашего Дзен-канала мы обязательно сделаем еще несколько отдельных публикаций, так называемых репортажей с выставки, где еще что-нибудь расскажем и покажем интересненькое. Да, и просто заходите на наш Дзен, те, кто любит посмотреть фото и немножко почитать. Заходите также и в наш ВКонтакте, где живет команда Техной Нота и наши друзья. Оставайтесь с нами и никуда не уходите. С большим приветом из города Героя Москва. До новых встреч, друзья, товарищи.